Всем привет, я Ира. Сегодня у меня на обзоре Motorola Razr 40 Ultra. Это ремейк легендарной раскладушки гламурной эпохи Motorola Razr V3. Ее обожали, о ней мечтали. Именно эта модель стала самой продаваемой раскладушкой. На что способна ее преемница? Узнаем сегодня. И бонус, у меня есть настоящий раритет. Оригинальная Razr V3. Сравним, как поменялись характеристики. Сначала посмотрим на внешний вид. В черной матовой коробке мы найдем смартфон, блок питания, провод USB Type-C, прозрачный чехол и инструкцию. Материал задней стенки смартфона похож на эко-кожу. За счет этого телефон удобно держать в руке. В закрытом состоянии он очень компактный. В раскрытом мы получим обычный смартфон, не слишком вытянутый и не слишком крупный. Есть сгиб по центру экрана. При работе эта складка не мешает. Смартфон легкий, весит меньше 200 граммов. А предок новой Моторолы мог похвастаться еще более скромными параметрами. Всего 95 граммов. И по габаритам телефон был гораздо компактнее. Правда, мозгов у Razr V3 было в разы меньше. Основной экран – это палет-дисплей с максимальным значением яркости 1400 нит. У него динамическая частота обновления. То есть смартфон регулирует ее в зависимости от того, что происходит на экране. В бездействии будет всего 1 герц. Максимальное значение – 165 герц в игровом режиме. В закрытом доступен палет-экран поменьше. На нем есть защитное стекло. Производителям заявлена максимальная яркость – 1100 нит. Частота обновления экрана тоже динамическая – от 60 герц до 144 герц. Работать с маленьким экраном удобно. Легко настроить список приложений, кроме стандартных звонков, почты, карты и камеры. Есть даже игры, адаптированные под него. Кстати, у Razr V3 тоже два экрана. Внешний совсем крохотный, пару сантиметров, не больше. Основной дисплей чуть больше двух дюймов. Поговорим о камерах. У нашего предка фотомодуль тоже есть. Правда, всего 0,3 мегапикселя. О фронтальной камере тогда даже не мечтали. Приходилось делать все по старинке – переворачивать телефон и снимать себя на основную. С Motorola Razr 40 Ultra тоже есть возможность снимать себя на основной модуль. И гораздо проще. Достаточно закрыть смартфон, открыть приложение камера и выбрать нужный ракурс. Изображение будет видно на маленьком дисплее. Разрешение 12 мегапикселей. Есть оптическая стабилизация. Ультраширокоугольная камера тоже 12 мегапикселей. У нее не самый большой угол обзора, всего 108 градусов. Из плюсов – поддержка автофокуса и макросъемка. Есть и селфи-модуль на основном экране – 32 мегапикселя. По мне, камера здесь не самая сильная. Скорее, средняя. Но я пока не встречала раскладушек, которые бы удивили качеством съемки. С простыми задачами смартфон справляется отлично. Не тормозит, не лагает, тянет игры. Я проверяла на Genshin Impact. Основная сложность была в том, чтобы загрузить все материалы. Смартфон нагрелся, анимация тормозила. Но к игровому процессу замечаний нет. Графика отображалась корректно, лагов я не заметила. Хотя, конечно, зарядка начала убывать стремительно. У Моторолы 8 гигабайт оперативной памяти и 265 гигабайт основной. Сейчас этого набора хватит для всего. А в далекие нулевые у раскладушки было всего 32 мегабайта встроенной памяти. Приходилось выбирать, какие песни достойны остаться на звонилке. Здесь не самый емкий аккумулятор. Увы, этим приходится жертвовать ради складной конструкции смартфона. Будьте готовы к тому, что заряжать его точно придется каждый день. В комплекте зарядка мощностью 30 Вт. Еще у Моторолы есть две фишки, которые мне понравились отдельно. Есть специальная пасхалка. Разработчики оставили режим RetroRazer. Если мы нажмем на него, то наш смартфон превратится в настоящего старичка. Слезы ностальгии у всех появились, я надеюсь. Правда, сделать здесь практически ничего нельзя. Ну, номер набрать у вас получится. А также перейти символически на сайт Моторолы. Еще есть возможность выбирать разные циферблаты для маленького дисплея. И я выбрала вот такой анимационный режим. Это персонаж Мото Му. И в зависимости от времени дня он меняет свои движения. Вот сейчас он едет домой. Если мы на него нажмем, он нас поприветствует. Мелочь, ну, такая приятная. Очень интересно наблюдать за этим существом. Такое ощущение, что у тебя тамагочи. И снова ты отправился в детство и следишь за жизнью какого-то маленького персонажа. Для кого Моторола Razer 40 Ultra? Для поклонников оригинальной раскладушки. Для тех, кто ностальгирует по нулевым. Или мечтал купить Razer V3 тогда, но не смог. Конечно, здесь не очень сильная камера. Автономность тоже не самая высокая. Но впечатления от смартфона приятные. Советую покрутить его в руках и окончательно определиться с выбором. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Всем пока!